здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад вот и у нас вроде как наступает зима наконец-то припорошила все снежком мой сад снега было очень мало было очень тепло в декабре а сейчас вот вроде как зима но все равно очень тепло и я решила пойти поработать теплицу когда это сейчас сказал своему мужу он на меня так посмотрел наверное решил что у меня на фоне скукоты по саду огороду что-то случилось с головой но с головой у меня все в порядке я действительно иду в теплицу и что же я здесь буду делать ведь у меня уже все тут готово к весенним посадкам как муж скажет бардак сплошной но я знаю что все это так и надо а почему пошла в теплицу по работать потому что купила в пятерочке две вот таких вот великолепных елочки коники стоят они 200 рублей пятерочки есть еще кипарисовики лавсона ну какое-то название у них я выбрала для себя коники потому что кипарисовики тоже сильно обгорают и еще они сильно поражаются болезнью шите которым хвойные болеют и два года подряд у нас в ленинградской области очень болели хвойные особенно можжевельники и кипарисовики принципе у меня два кипарисовика так и не смогли оклематься после всех моих манипуляций и у многих вообще очень много погибло хвойных а вот как-то коники у меня лучше приживаются хотя тоже многие говорят что они обгорают на солнышке но у меня к фуни обгорел еще не одна елочка их у меня несколько штук и большие и маленькие я их обязательно вот сейчас колышки я давно поставила вокруг каждой елочки а вот сейчас не было снега и я их обмотала белыми простынями и пододеяльниками только так я обматываю хвойные и не использую никакой другой материал только пододеяльники белого цвета ну может быть цветочек но основа должна быть белая и прекрасно они переносят вот эти весенние солнечные дни тут фу никогда не обгорали поэтому я выбрала вот такие вот коники почему они мне очень понравились растение очень видите гибкая она не пересушенная видно сразу из тепличных условий попала в магазин то есть состояние их великолепно идет сильный запах значит все процессы в нем прекрасно проходит ни одна иголочка не отрывается даже ее трудно так оторвать то есть мы вот трогаем ничего не осыпается грунт хорошо пролитый то есть она не пересушенная вот такие же елочки вчера была в обе садовом там вот центре такие елочки стоят около 400 рублей ну точно такие же а здесь 200 рублей поэтому покупка моя в принципе очень хорошая так как сейчас теплицы земля не промерзла посмотрите прекрасно копается как летом вообще ничего не замерзла я вот выкопала такую канавку сейчас я поставлю туда эти елочки они хорошо пролиты прикопаю их и покажу что сделать дальше у кого нет так такой возможности том году я купила такие елочки в пятерочке по 50 рублей но стоили они уже такую сумму в конце января состояние их было намного хуже видно было распродажа и я их держала в прохладной веранде там у меня 15-18 градусов высоком контейнере то есть контейнер должен быть ростом почти что с елочки на дно этого контейнера можно насыпать вермикулит дренаж или опилки я флористическую губку использовала пролить этот субстрат поставить на него елочки ну или кипарисовики что купите и поливать именно вот тот субстрат который будет внизу они сами елки там будет определенная влажность прохлада и они прекрасно у меня пережили всю зиму а весной их уже высадила в сад сейчас елочки дали хороший прирост вот я их подготовила к зиме посмотрим как они перезимуют сейчас покажу что будем делать дальше вот видите я ямку закопала очень хорошо землей поставила туда эти контейнеры закопала землей и сейчас все закутаю именно белыми тряпками здесь снега нет но потом я все-таки весной нарую снег поэтому очень аккуратно здесь буду вот так вот использовать то есть они прикрыты у меня от солнечных лучей от жары но весной а уже здесь какие-то другие меры приму и посмотрите у меня вот здесь какое чудо растет маленькие растеница это кедры у меня была шишка подаренная кто-то мне подарил кедровую шишку я полгода стратифицировала эти орешки кедровые холодильники весной их посадила и вот в конце лета уже на начале августа месяца у меня вдруг проклюнулись вот такие кедрики вот так они всего лишь подросли не знаю как перезимуют жалко мне так их зарыла вот так хвоей не посмотрю потом снежку сюда принесу закопаю в снег вот в принципе конечно хочу и мечтаю чтоб они вот так вот здесь у меня перезимовали вот такое видео так что кому интересно будет купить такие елочки или кипарисовики покупайте не бойтесь прекрасно пить должны перезимовать а вы были на канале у слона на ладисад смотрите меня подписывайтесь всем большое спасибо за лайки и подписки до свидания